ну вот вроде пошло всем привет всем привет так друзья вышла наша седьмая глава нашей книги ну не 7 глава седьмой день последняя часть 3 ну да я выложил я выложил единым блоком на яндекс джен но я прикреплю там несколько фотографий там авторские авторские там сталк скала дракон чур даже даже бога кстати зайдешь посмотришь если захочешь там себе а передач в этом самом и я посмотрел у меня на телефоне полнолуние получил фотографии я их там 6 по моему штук в конец прям припси всем и крепил вниз у тебя в джене что ли скина да 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 если я тоже добавлю поставили поменяют вот смотри почему мы сейчас решили записать видео надо пояснить потому что началась информация она такая образовательная и надо прямо уточнить читателям и зрителям которые смотрят сделать упор на некий момент я сейчас начну а потом мы это все обсудим вот конец как раз седьмого дня ночь помнишь ты раньше рассказывал что все высшие сущности включая и наших богов и более древних общаются не словами не напрямую обмениваются мыслями ответил олег а это означает что прежде чем научить местных богов сам самой концепции паразитизма как таковой это чужая сущность должна была научить их врать обманывать то есть скрывать свои истинные мысли и вместо них транслировать всем окружающим другие ложные мысли и образы иначе как ты сам сказал у них оставался только силовой вариант паразитизма который менее эффективен и тут я вспоминаю что во первых дети не могут врать во вторых я до сих пор мне 54 года а до сих пор я попадаю в некие ситуации когда про меня можно сказать лошара опять попался на доверчивость 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 это первый признак цивилизации вот это я так думаю что доверчивость как таковой это не порог человека доверчивость это как раз признак того что мы относимся цивилизованному человечеству и мы если и не прямые потомки богов да но мы потомки той цивилизации которая разрушена захвачена и так далее но это еще говорит о том что не так много перевоплощение произошло что у нас мы воплощаемся и у нас генетически остается доверчивость мы посмотри мы начинаем расти а мы иногда мы на слово с верим и не возникает ни тени сомнения у человека вот я думаю что у богов у тех которые столкнулись с первыми вот этими признаками лжи они даже не могли понять что это обман они воспринимали все за чистую монету и вот это вот доверчивость как таковая да это признак того что в остальной планетарной галактической вселенской матрицы да уже условно говоря лжи то и обмануты нет как такового ну да на понимаешь как я вот этот момент потом просмотрел там люди очень многие пишут в комментариях что как так они крутые боги там миллионы лет тут развивались что они не знали что такое ложь вот тут вопрос другом что они знали что такое ложь как принцип да но просто ложь бывает разные разного уровня да и как бы вот с такими сущностями которые могут изощренно да как бы понимаешь как понятно что есть примитивная ложь и легко распознать и она ну как бы понятно что им было известно тут ну как бы к само понятие ложной информации да вот а здесь то вопрос вот знаешь я еще какой момент интересный отметил что у этих ребят очень сильно котируются вот артисты лицедейства мастерство перевоплощения когда человек может вот себя перед ну как сыграть другую роль вжиться в другого понимаешь и вопрос а это обман или это не обман когда человек ну вот артист да вот он перевоплотился он за другого человека играет и как нам говорят вот мы ему верим да почему когда он начинает жить как другой человек вроде как мы ему верим а вот если он плохо играть то мы ему не верим и здесь вы понимаешь вот эта тонкая грань а но мы же понимаем что как бы в конечном итоге что это не тот человек что он играет роль что это как бы то есть это уже изощренный обман да очень как бы профессиональный обман в которой ты веришь что это вот не обман а чуть ли не реальность ты понимаешь какой момент и у них вот эти все артисты они все котируются они все принадлежат к высшей касте как бы понимаешь они все где-то там в элите находятся у них высокий уровень жизни да если он хороший артист их туда вытаскивать сразу понимаешь я просто хочу успокоить многих людей которые нас же понимаешь чем дело начинают не просто убеждать начнут нас начинают тренировать что доверчивость это чуть ли уже не порог нужно быть хитрее нужно быть умнее нужно быть прагматичнее нужно быть понимаешь олег тут не надо путать два разных вещи доверчивость это одно и вот эта простота когда тебя легко обмануть когда ты мозги не включаешь да это одно его и второй момент что а сам ты себе позволяешь других обманывать или нет это на самом деле очень тяжело не обманывать то что ну во многих случаях ну так проще как кажется что так проще и легче да выкрутить потому что дети в какой момент они начинают обманывать да когда они понимают что это ну и выгод выгодно да становится обманывать и тогда они на очень быстро учатся лгать да как бы и причем ну вот я знаешь я даже когда у дочки вот эти подружки я наблюдал что вот те и подружки которые из семей вот ну как это принято бизнесменов да вот а там ну такие ребята были вот это к не конец девяностых начала двухтысячных да и которые свое время усумели отжать себе бизнес полукриминальные какие-то структуры ты понимаешь и вот из-за такой семьи девочка приходила к ним в компанию и она устраивала такой здесь дурдом то есть она их всех моментально стравливала понимаешь она ими всеми начинала крутить вот просто как это знаешь вокруг я когда это увидел я просто офигел что они уже и и вот ей было там у меня дочка было 6 лет а ей было 7 лет она год была старше но она уже умела вот понимаешь манипулировать людьми на уровне ну не знаю которым не всякие взрослые умеют но где на это научился на у родителей этому научилась ты понимаешь и это вот понимаешь это другой уровень да то есть одно дело когда тебя обманывают а другое дело когда ты обманываешь то есть понятно что не нужно себя позволять обманывать но вопрос что а сам-то ты себе позволяешь использовать эти разума действия что происходит здесь со мной но перед этим смотри мы вынуждены бывает учимся держать ухо востро но есть люди даже маленькие в детском саду которые уже пришли они уже не наши они уже обманывают и уже с ногами до снят понимаешь вот этот блок посмотри за мои 54 года я в разных ситуациях и в разных окружениях побывал я даже с бандитами и кшался и видел как они работают у них вообще отсутствует это совесть они работают по понятиям по закону они делают все так что ты сам лоханулся и ты сам виноват но изначально изначально душа приходит она не наша он растет уже у него нет ни совести ни доверчивости то есть вот есть хороший барьеров нет психологически и барьеров есть да 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 самое главное название фильма забыл вопрос другом там отец говорит сыну знаешь сын говорит в жизни есть две дороги однако ведь против течения а вторая против совести и вот здесь понимаешь как наших доверчивых уводят убили убили он один раз просил один раз сдался один раз предал свою совесть а потом он на перевоплощение увели он уже приходит совершенно другой то есть как они пополняют как как свою когорту такая им это надо же как-то пополнять своих адептов но это мы говорим если мы говорим через воплощение да но раз столько доверчивых у нас здесь рождается значит правильно захвата нашей планетарной системы произошел чуть ли не вчера так вот можешь ли ты обманывать я каждое воскресенье первое воскресенье месяца их сейчас было всего два и я встречаю людей у памяти к зинченко зинченко героя советского союза на вторую встречу пришли люди пришла девушка у женщина она сама вызвалась а мне можно прийти хорошо и она такая пришла интересная вообще в поле в таком мы что-то завязались в общении расстретились прошлись по буревестнику по парку и смотри я сейчас расскажу как идет игра как идет игра то есть она в поле во всем вот в этом вот игровом космическом да она как бы отзывается мы идем по парку нас как-то ведут мы находим деревья два дерева сосна и береза скрученные по салоне по салоне закрученные вихри мы начинаем ставить потоки мы все прокачиваем мы откликаемся друг другу она рисует нейрографику мы мы рисуем вместе я и получается так которую я на прошлом видео показывал и это нейрографика у меня то получается что там есть пространство и она я как бы впускаю в это пространство и она рисует солярис она его сроду никогда не видела она рисует в пространстве это общее пространство проходит 10 дней я понимаю что там вообще не то ну не так почему я это понимаю отсутствует от зип крючок товарищи мужчины читайте в обратную сторону вы поймете какой крючок я имею ввиду и определение то есть способность мужчины к противостоянию я получил на кучерле вот я про то что тебе говорил да этот секс крючок который у мужчины затмевает разум и он входит на неизвестно на каких потоках вот этот от зип крючок и там еще много факторов так вот я думаю а я когда говорил что она может исцелять она говорил я буду передавать знания женщинам и могу исцелять я сейчас только догоняю что исцелять то она может мужчин а женщинам она знания будет передавать а женщина здравница или лечебница как мы тогда говорили для женщин на кулюмина это другие вопросы сейчас не к этому видео я понимаю что это токсичные отношения так там там все нет я закрываюсь и ухожу причем я ей показал свою цель показал миссию показал путь она класс можно до игру давай вместе будем делать какое-то совместное дело то есть развиваются отношения очень серьезно прямые признаки идут идут знаки идут символы я не буду их все говорить работа идет шедевральная очень плотно идет работа я понимаю я закрываюсь дорогая и это не мое вообще не наша и она тут же входит в супер джамп долгами то есть счастье за 10 дней мы дадим вам счастье ты можешь стать тренером супер джамп а можешь стать просто потребителем супер джамп за 10 дней ты платишь определенную сумму за 10 дней они тебе дают курс и ты становишься счастливым и не было случая еще чтобы они говорят если вы не будете счастливым через 10 дней мы вам вернем деньги у этой девушки уже сертификат по рейке там там реально могло все получиться понимаешь если бы если бы не не снятая блокировка да я бы туда легко зашел и чтобы было бы я не знаю вопрос другом суррогатное резиновое счастье я его назвал то есть говорят да ты будешь счастливым и человеку дается счастье и многие становятся там практически 20 процентов становится тренерами сетевая структура сетевая структура и набор новых клиентов ну понятно но чтобы быть счастливым они говорят надо ширяться и дают тебе шприц с героином условно говоря ты постоянно должен сидеть на этой игре только это не наркотик не физическое психологически это психологический наркотик я просто привел очень хороший пример и говорят на бери и люди берут я же говорил что у меня дорога на сочи да и она 5 числа 5 февраля летит в сочи и понимаешь чем делать я понимаю что если бы у меня не было вот этого опыта и совести когда я снова выбираю путь против течения но не против совести я вполне мог войти у меня у меня большая аудитория очень отзывчивая страница фейсбук а там сплошные женщины я понимаю что бабло мне понесут чемоданами просто понесут чемоданами но я в очередной раз против совести не иду и что происходит страница фейсбук схлопывается за одни сутки тишина я отрабатываю все десять десять дней сессии корневой терапии женщины отличные результаты и она мне не платит ты понимаешь какая игра идет люди вот как которые сейчас смотрят они подумают так блин серьезно это получается что если я буду так же идти туда куда идет олег то я буду жить так же как и он у меня вот они деньги возьми у меня есть даже сейчас есть возможность 5 числа полететь сочи только в сочи у меня другая дорога а ты смотри как они открывают мне сочи я корневой терапии занимаюсь тоже с женщиной из большого сочи сочи появляется еще одна женщина которая интересуется альтернативной историей и здесь супер джамп на олег деньги возьми вот можешь ли ты обманывать людей или не можешь вот такая идет игра в чем дело ну да 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 мне системой как только ты принимаешь правила начинаешь обмануть и сразу дают деньги дать я сразу ставят на довольствие она вся так и построен что чтобы заработать много денег должен стать начать хорошо обманывать людей по-другому ты много денег заработать не можешь просто мне даже два года назад даже не нам не говорил не мне за глаза а если олег такой умный а чё он тогда такой небогатый я богатый я богатый духом я богатый совестью я богат честностью бесхитерсностью я богат доверчивостью правда теперь это доверчивость она опытным путем достигаем а просто так меня уже не обманешь но вот то что я получил на кучерли и я так предполагаю что получил каждый из нас просто видимо мне это было сильно нужно потому что у меня не закрыли ты понимаешь я теперь знаю причем дорогие мужчины я могу вас успокоить остается все сила эрекция похоть даже все остается как оно есть это не анастасия которую написал этот как его игра где там описан что это один раз только на зачатие детей нет вопрос другом вопрос в том что сознание мужчины начинает регулировать процесс ты его способен распознать и отрегулировать причем у меня к этой женщине вполне физиологическое желание было но вот здесь в разуме да когда один крючок снят один крючок снят то вся физиология остается но ты можешь регулировать процессом ну контролирует контролировать его мне многие уже говорят ты не курсы не для женщин делать олег начинай делать начинай курсы для мужчин но я теперь понимаю что не каждый мужчина захочет таких курсов понимаешь и вот мы опять возвращаемся к богам что они такие раскрутые да так вопрос в том ребята вспомните себя когда вы первый раз столкнулись с хитростью с обманом сложив у вас вот я вспоминаю себя у меня не было даже мысли да за чистую монету и вот так с открытой душой потом раз себе насрали в душу второй раз насрали один раз обманули второй раз обманули потом эти грабли у нас это русская да наступить на и одни и те же грабли радуйтесь ребята это признак человечности ну как бы вот понимаешь олег тут есть еще такие моменты вот с чем я лично сталкивался да когда я уже начал вот ну уже набил себе шишек определенных да а потом я столкнулся с еще с одной схемой которые пока я даже не знаю как ей противостоять полностью да который знаешь на чем строится но вот вроде как когда человек не искренне да ты уже начинаешь чувствовать начинаешь это воспринимать что он пытается тебя обмануть а есть еще более хитрая схема когда они не напрямую тебя обманывают они это делают через кого-то через человека который сам искренне верит в то что он делает понимаешь и он как бы не понимая до конца что происходит он тебе начинает давать информацию и ты общаясь с ним ты чувствуешь что человек вроде искренне да он вроде тебя не обманывает он сам в это верит но вопрос что его заставили поверить ну в какую-то ложную информацию его используют как ширму как это знаешь как проводника который сможет остальных убедить что это так почему потому что он сам в это верит и ты чувствуешь его как бы искренность да вот его вот это восприятие вот это очень как бы ну как бы скажем так следующий уровень да то есть который распознать очень сложно потому что ну канал просто человек в глаза врет я уже сейчас такие вещи распознаю на раз да то есть мне как бы вот это труда не составляет а вот когда это идет через кого-то кто сам в это верит да вот тут уже намного сложнее потому что ну непонятно через что распознать чтобы понять что это ложь нужно обладать всем объемом информации обычно когда ты начинаешь с этим с чем-то сталкиваться тебя его нет почему сложно это ложь спознать ну когда конец когда ты все знаешь да по тебе легко сказать что это ложь а куда у тебя не полная информация как понять то что тебе рассказывают это правда ли ну как бы хотят тебя обмануть или нет а это тоже очень интересный момент потому что я вот смотрю что вот наша эта система да она же не первая которая подверглась нападению в нашей галактике она одна из но она не первая да потому что вот эти планеты которые сюда прилетели могут боги планеты да вот они же из этой галактики они же из этой материи состоят из такой же они же с нами совместимы да вот и они могут и с нами взаимодействовать и вплоть до того что и воплощаться в наших тела да вот но они уже были как бы с повреждением понимаешь вот и получается что не вот эта сущность она не напрямую здесь воздействовала она через них как бы понимаешь то есть там был многоступенчатый процесс почему его и скорее всего они сразу и не смогли помнишь мы когда были на одну кулюми они там говорили что попросились попросили помощи вот эти кто прилетел что помогите да защитите спасите да вот у нас проблемы и их пустили это вот как сказка да это русская народная про лисицу туда про избушку когда она попросилась сначала переночевать а потом всех выгнала вот мы имеем тот же самый сюжет а что они сначала попросились помогите приютите а потом постепенно постепенно и кстати в мифологии помнишь вот этот сюжет смотрели про афину палладу где во первых непонятно чья она на самом деле дочь откуда она взялась там куча версий кто у нее родители да и вплоть до того что где-то это зевс где-то это не зевс где-то вообще не пойми кто да и что она приемная дочь вот этого юпитера зевс зевса и геры да и но она раз приемный значит они родная да а потом раз 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 и у них начинается вот это вот война до последняя троянская вот где они уже выступают на разных сторонах понимаешь то есть получается вот как раз система тасса та самая модель что она внедрилась эта сущность да причем она внедрилась не напрямую через посредника какого-то да а потом через него стала действовать и расшатывать это классическая схема вот я много раз это наблюдал да когда даже какие-то крупные компании захватывают туда внудряет человека до который внутрь входит куда-то там структуру а потом уже через него начинают компанию расшатывать и разваливать вот эта схема она но ты говорю почему у них ценится вот эти все лицидеи да то есть вот само это умение даже понимаешь что нет не просто обмануть да то есть это же нельзя сказать что это обман чисто виде когда артист кого-то играет их даже как учат то да вот если театральный где-то дали это что ты должен вжиться должен сам поверить а чтоб все остальные тебе поверили понимаешь то есть это уже по сути до технология технология обмана она уже как бы выстроить выстраивается да то есть как то есть у них как бы этот процесс уже поставлен ну как сказать научная основа подведена у нас у нас нет телепатии понимаешь это у нас это на низший так сказать уровень а ты представь какая игра высшего порядка должна была быть чтобы скрыть ментальные образы да да кто-то лишь я так понял что там одна из основных фишек то было что нужно не просто скрыть свои реальные мысли а что очень умело создать ложный поток мыслей понимаешь то есть ты же не можешь вообще не думать понимаешь как и мы то лишь мы не обладаем телепатией мы общаемся с вами можем сказать а можем не сказать и можем сказать не то а если они их мысли были всем доступны да то это должен быть уровень ну как бы достаточно высокий да чтобы можно было с одной стороны иметь два вот этих потока сознания да и в одном эту схему придумать и придумать кей сразу противовес да и как бы ложную чтобы она скрыла твои истинные цели и этой ложную схему от транслировать чем остальным и убедить их что это твои есть ну то есть это как бы на самом как бы вот эти комментаторами не понимать что это очень сложно крайне сложно да как бы вот так-то так вести груда чтобы за чистую монету и принято было все это это не было вторжением это была операция спасения блин за чистую монету все было принято ты прикидываешь приз представляешь это же не только ментальные образы это же и энергии ложные прошли это тоже самое что вот понимаешь когда между нами ты смотришь когда у тебя уже с опытом жизненным при нарабатывается вот этот навык ты сможешь на человека он тебе говорит а у тебя вот здесь вот в сердце врет он были чувства и понимаешь чем дело так вот даже вот эти чувства были подменены как это какого уровня должна быть сущность сколько у нее должно быть опыта изначального из того из из хаоса до само порождение хаоса до темный властелин это сколько опыта у него должно быть и сколько тогда ему лет возраст да сколько миллионов миллиардов когда он пришел и наших богов вот этих светлых как детей развел на 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 лоха просто реально а а когда они уже чухнулись да некоторые из них почему они встали а уже все тоже наверно какие-то к вселенские законы есть когда назад пути нет это не за понимаешь а там получается вот это они тоже же миг на кучу когда на куле были они же говорили что дальше им уже было ну как это сказать тяжело признаться самим себе что это они сами виноваты и понимаешь и начинается поиск кого-то виновного на стороне да то есть признать себя ну как бы свою неправоту и свои ошибки очень тяжело далеко не все могут признать туда это я накосячил вот эта степень оправдания до оправдаться бы причем даже не перед кем-то перед самим собой что ну вот что я мог сделать да это вот так сложились обстоятельства да это кто-то это там это важно потому что и детей кормить надо и каждый понимаешь и вот у каждого есть маленький сектор раз обстрела и они сдают позиции они сдают позиции сдают позиции каждый на своем месте в тишине сердца я знаю что когда в христианстве был мы как раз вот на одном из выездов разбирали вот это как будет человек предавать вот хреб и крест да ну как библии написано они как он будет ложиться спать и обдумывать в тишине обдумывать и встанет он уже предателем вот сейчас это и происходит сейчас вот это и происходит и люди себя оправдывают им же детей кормить надо а то что максимум к двадцать пятому году уже детей то не останется пусть почитают форсайт проект детства 2030 который на пекинском форуме несколько лет назад был представлен российской федерации где описаны большие инкубаторы где дети живут растут их обучают ну и собственно распечатывают на органы там этого конечно форсайт проекте нет но там все читается очень очень четко растят биоматериал рабов четко подконтрольных поэтому а люди сейчас которые которые за вкусненьким они сдают свои позиции так вот хорошо что еще конвой в канаде что даже в канаде еще есть нормально эти не смотрел чем там все закончилось потому что с одной стороны да они доехали до канады они окружили парламент а дальше то что а дальше а вот сейчас трюдо не уйдет и чё и вы что дальше делаете а если народ их не поддержит если народ их не под тем скажем так пока народ их поддержал потому что там же их и вдоль трассы приветствовали там хватает вчера смотрел ночью там народные гуляния все вышли на улице вроде народ их поддержал да то есть там не только эти водители траков были вчера то там их как раз было меньшинство и вроде как и полиция их не разгоняет а наоборот там координируют все эти процессы но вопрос то понимаешь не в этом а это вот помнишь я говорил что есть вы видите группа которая готова новую строить систему или нет потому что это знаешь как вот как организм у нас есть клетки рук ног там кишечника да еще чего то есть мозг и если как бы вот мозг сошел с ума да и неправильно выстраивает все управление организмом руки ноги и кишечник они не смогут ситуацию исправить либо им нужен откуда-то новый мозг взять до который будет выполнять эти функции то есть функцию общие функции управления и координирования и здесь тоже самое что что такое вот эта правящая лита это как раз мозг то есть это часть социума который выполняет функцию управления координирования и как бы если вот появляется другая группа людей до которая с готовой не просто готовы эти функции взять она еще и должна иметь возможность взять она должна уметь это делать потому что ну скажем люди снизу да те же водители скажут мы сейчас будем управлять государством и чё у них а у них ничего не получится они не умеют соответствующих навыков они этому никогда не учились да у них не хватает ни знания не в нем не опыт вот все не этим государством не этими государствами надо понять другое управлять социумом целом то есть не брать вопрос не о государстве 27 год меня можно слушать можно не слушать не я один это говорю 27 год катастрофа управлять уже другой структуры придется управлять уже придется другой структурой ног но сколько нас останется к двадцать седьмому году сколько нас останется вот это вопрос но останется останется которые идут против течения и останутся те которые не вакцинированы и никто не сможет нас вакцинировать ну вот смотри у нас есть пример когда происходило нечто подобное да это вот когда 17 год революция когда большевики взяли власть да там было два момента то есть во первых то что они заключили союз с генштабом царской армии который мы обеспечили как минимум военную защиту из военную как бы поддержку и много многие вещи там по управлению в логистике да это один момент без них они бы просто бы не победили в той же гражданской войне но там есть и второй момент что сколько они шишек набили в первые 10 лет даже не в первые 10 лет а вот буквально в первые года до того как они вынуждены были вернуться к непу да тут же был и город и восстание крестьян и черти чё да то есть а почему а потому что они считали что они сейчас возьмут учения маркса начнут по нему действовать у них все получится высел что марксом плохо понимал как все это работает когда они по нему стали деньги отменять до проводить эти законы у них вся система пошла в разнос и тут как бы говорится гений ленина в том что что он это очень быстро понял и начал по на ходу перестраиваться но это как бы вот этот человек просто оказался в нужное время в нужном месте просто если бы его там не было и он быть быстро не сообразила всю систему переиграл значит просто бы они попарать потерпели поражение мы бы вообще сейчас это не обсуждали да никакого бы ссср не случилось здесь все то же самое да то есть вот ты говоришь вот будет катастрофы каким управлять понятно что если система резко уменьшится в размерах да тут же много людей погибнет из-за катастрофы то понятно что дальше что происходит вот образуются маленькие группы ими управлять проще и легче там вы возникают новые новые элиты возникают уже внутри этих групп которые если они справились с тем чтобы взять ситуацию под контроль это группа выжила этот организм выжил если они не справились они погибли все там пошел естественный отбор а дальше если они справились на уровне маленькой группы получили соответствующий опыт их группа начинает разрастаться и там ровно то же самое если они дальше себя развивают как элита значит они будут свою группу увеличивать не будут новые люди присоединятся то и они вырастут до больших уже структур до больших государств если они что-то опять делают неправильно они снова развалятся да вот пошел естественный отбор я так понимаю что что-то подобное но и происходило после тех катастроф поэтому но вопрос а понимаешь как но смотри мы сейчас эту ну как вот я с этими общался с солнечными играть ну а сколько вам нужно катастроф чтобы вы наконец-то научились вот одна катастрофа 2 катастрофа 3 катастрофа и вы в конечном итоге снова скатывать из туда же вы снова строите концлагерь понимаешь который строится на паразитарной модели но мы сейчас еще раз вам одну катастрофу устрою снова систему обрушим да вы снова начнете развиваться и снова придете туда значит что-то не так делается значит это путь не подходит для того чтобы решить проблему понимаешь возражу не соглашусь не с тобой а с а если дать приоритет доверчивым нашим потому что мы мы вот смотри мы не такое чувство что мы постоянно в неравных условиях мы начинаем в неравных условиях вот даже сейчас они и посмотри как они торопятся как они обучают искусственный интеллект обучают его бешеными темпами они не успеют они понимают они не успевают они запасах сегодня вышел ролик сергея игнатенко а он там ничего нового не говорит но и так вот чтобы не отвлекаться нам здесь воду на мельницу не лить чтобы люди пошли и посмотрели они торопятся к двадцать пятому году они прямо к двадцать пятому году второй они понимают что они не успевают значит вот есть у нас шанс есть другой вопрос давайте после катастрофы дайте фору нам дайте фору нам вот это спросить надо у наших солнечных но поливаешь олег а вот теперь вопрос а как они должны там дать фору если скажем та сторона она уже это как бы информация просачивается что они то знают что может поступить катастрофа да и они к ней подготовились у них есть бункер у них есть склады у них есть запасы ресурсов да они к ней подготовились потому что они знают что прошло раз потому что невозможно будет до снабжать другим вот они построили цикл не зависящий от системы добычи на который на солнечных батареях на вот этих ветряках то и от них можно всю эту технику заряжать и мы сразу получаем резкий скачок после катастрофы все понятно понимаешь вопрос а вот ты говоришь дайте нам а у нас у кого-то есть схронные запасы с чего мы будем стартовать мы будем стартовать с чистого листа они будут стартовать со своих запасов мы уже понимаешь как каким образом нам дать этот понимаешь а второй то вопрос а чего они боятся то на самом деле вот чего они боятся и к чему они торопятся понимаешь я понимаю что единственно что ничего не могут бояться это восстановление вот этого планетарного энергополя после чего как бы у нас включаются наши исходные возможности в том числе вот эти телепатические да и возможности и тогда как бы вся система переворачивается понимаешь и они боятся то именно этого почему они попытаются сейчас спровоцировать ядерную войну и нанести там удар по нужным точкам чтобы либо разрушить снова структуру до либо ее замедлить восстановление этого поля до чтобы как бы ее повредить потому что все остальное понимаешь все остальное как бы не может никак угрожать единственное что им может угрожать это а восстановление наркополя там понимаешь какой очень интересный момент я так понимаю что это связано напрямую с ментальными возможностями самой планеты духа планеты влиять на то что происходит на ней на саму материю я будешь тебе говорил тебе говорил или даже ну по-моему мы вдвоем это обсуждали что оживи землю и она сделает все сама до там то все и дело и они боятся что она сейчас очнется да вот из комы выйдет вернется уже в норму сможет дальше всем оперировать как она раньше могла управлять да и самое главное что эти боги тут еще понимаешь какой момент что дает поле она дает дает возможность этим богам воплотиться снова физические тела на поверхности тоже они сейчас не могут сделать потому что они не могут эти тела обеспечить энергии понимаешь и сразу система переворачивается они этого боятся они этого опасаются нас и боятся смысла нет наша задача у них под контролем наша задача получается ну тут понимаешь какой момент я уже давно понял что если бы мы наработали способности вот эту ложь очень легко различать то это бы тоже очень сильно расклад сил поменял то есть когда люди бы не перестали позволять себя обманывать хотя с другой стороны понимаешь тут еще есть момент какой тут есть вот это я у себя сейчас вижу вот в своем предприятии с которым скорее всего придется увольняться потому что там уже все уже пошел терминальная стадия пошла вот но смысл в чем я разговариваю с людьми да я вижу что они понимают что их обманывают их эксплуатируют и вот тот же самый как ты говоришь мне же детей кормить да а куда я пойду а у меня кредиты а у меня ипотека понимаешь и они продолжают за копеечную зарплату работать одно дело когда ты не понимаешь что тебя обманывают и совсем другое дело как ты понимаешь но ничего не делаешь да все ну тоже понял что тебя обманывают почему ты продолжаешь как бы вот в этой системе находиться а это вопрос силы духа до способности к сопротивлению ну и к отстаиванию своих интересов способности сопротивлению идти против совести и мне вот этот кидр врач засохший не жалко понимаешь но я буду делать все чтобы среди вот этого найти те ростки которые просто просто ним не могут прорасти сами сейчас на вот этой на переходе на квантовом переходе катастрофы да опять включится германская идеология генетика давайте мы безногих не будем брать а этот безногие может обладать ментальными способностями когда при восстановлении поле планеты у него первыми включатся эти способности и если сейчас я могу биологический ритм отключить на расстоянии то он сможет отключить машину электронную машину отключить на расстоянии этого они боятся и они об этом знают иначе я бы это открытым текстом не говорил понимаешь вот чего они боятся потому что человек будет способен не просто биологический объект отключить ну сделать так чтобы он не работал вот био био энерго робот вот эти паразиты да хотя не хер поймешь еще кто они кто там за ними стоит отключить саму машину вот терминатор там воевать приходилось а при восстановлении поле планеты не надо будет с ними воевать будет отключить его просто замкнет систему создание электромагнитного магнитной помехи которая просто выжигает сеть и микросхемы меня это на уровне вот как как тебе а я скучу черный передавал образ мысль образ да вот просто быть понятий на понятийном уровне я это понимаю я знаю как не понимаю я таких способностей нет но я знаю что они могут включиться вот просто по щелчку пальцев идет идет момент какой-то растет растет частота растет растет планетарная частота и хлоп включается и у тех кто уже подготовлен включится быстрее и вот мужикам могу сказать что все ровно через десять лет если вы бросите бухать и курить у вас про за проснуться магические способности успеете но к 30-му то успеете если вот прямо сегодня бросите бухать и курить это я говорю это я говорю как опыт на прошедший потому что кстати я знаешь еще вот это ты вспомнил про бухать курить а я тут начал вот эти помнишь по я скидывал тебе и мы как-то обсуждали по поводу того вот эти что они наркотики то использовали активной причем среди элиты вот а я стал эту тему всю просматривать и я понял на хрена они использовали то эти наркотики вот именно среди элиты ладно вы там в этих рабов пичкаете наркотиками а и тут а сами того на хрена их потребляете а там понимаешь какой эффект там получается что вот когда человек под этими наркот под этой на который был этим вот сущностям было его проще брать под контроль и через них работать они в тела не могут воплотиться и они использовали вот эту вот элиту под наркотой до его просто как бы да он когда поэтому накачался наркотой все они могли его брать под контроль и через него работать как через аватар но воля подавлялась как бы он не мог сопротивляться все дальше и ничьи через них работали потому что понимаешь начинаю смотреть ну вроде он наркоман да он там постоянно ширяется и вот такие решения принимать так это не он принимает он просто их проводит как проводник его использовали поэтому там наоборот чем он был а потом поешь ну сдох он 40 лет там полно других как бы совершенно было не по барабану сколько он живет все у него постоянно на подходе новые он поменял тело через другое начал продолжать что творится вокруг нас по всему миру люди почему-то превратились в неадекват вот они приходят домой у них то что точно так же есть дети у них также есть родители они это все выросли в советском союзе но они вдруг превратились в предатели да и делают сознательно сделали сознательный выбор а что им такого предложили кроме денег что конкретно и предложили спасение смотри как все стремительно развивается как стремительно люди превращаются в предателей у меня говорю меня это еще и обнадеживать я говорю что похоже похоже технари они не успевают они торопятся а торопясь но уже они-то торопятся делают ошибки да это понятно но боишь вот мне сейчас я наблюдаю за то что в канаде происходит да там конечно не вот один из главных вопросов как они будут там разруливать ситуацию потому что лишь они в чем там попали дальнобойщики это часть критически важной инфраструктуры то есть они не могут взять и всех их арестовать или всех их перестрелять да а чем-то кем-то их заменишь у них и так там была нехватка в дальнобой в порядка 20000 на сша и канаде а сейчас если тут вы еще там тысяч 20-30 вы видите из строя да все у вас логистика накрывается полностью рухнет все конечно да вот а потом даже чисто физически ну как вот они пригнали свои траки да и дальше там ну как вот как этот у них начальник полиция то вот и сказал когда ему дали команду к разгонять это как оси представляете вот даже 10 тысяч траков эти разогнать я их чем разгоню то я могу людей разогнать которые пришли просто на улицу вышли там а вот эти вот дуры треххвостный их чем разгонять понимаешь он-то понимает что он физически это не может сделать сейчас вопрос о чем они ответят потому что в казахстане там понятно там когда пошел народный протест они создали иллюзию что это они начали громить сюда выпустили сизо уголовников те устроили погромы вот а потом они сказав показав всем картинку что водка якобы тут погрома до жестко всех пик кого там самые эти активные инициативные группы их просто всех положили и все перестреляли подавили хорошо полосы вы подавили но опять же это что означает означает что те кто выжил они уже понимают что так действовать нельзя значит они будут новые формы искать да а во-вторых вы проблему то не решили вы и загнали под ковер да то есть как бы доставили снова людей заткнуться но это значит что следующий раз ситуация будет еще более жесткой и более как бы сложно а сейчас вопрос то что в канаде ладно в казахстане у них давно там эта система была жесткая не в одиннадцатом году постреляли сейчас а в казахстане в канаде ничего будут делать . стрелять людей вообще не знаю чем тогда у них это закончится как они будут решать эту сейчас ситуацию а это очень показательно да мы сразу увидим их ну как бы их мигница сама тактику действий понимаешь в таких ситуациях причем там судя по всему на самом деле это спал спонтанно возникло следует вот это все было хорошо организован нет я посмотрел они 22 двинулись и там лишь чего началось то ниже выпустили распоряжение что вот кто заезжает дальнобойщики из сша если у них нет прививок они должны 14 дней сидеть на карантине а там а там же до хрена людей которых собственные траки которые не на компанию работают у которых собственные траки да они сказали ребят а мы сами на себя работаем если мы 14 дней просидели никаких компенсаций не предусмотрено нам никто ничего платить не будет мы заработать не можем мы на чё жить будем их просто поставили ситуацию что мы просто у них голодная смерть да если вот они никак не протестуют то есть они по сути своим этим решением сами их вынудили выступить то есть они мне оставили выбор загнали уже в угол окончательно да вот а теперь вопрос а дальше что будет как они будут реагировать причем несмотря интересно еще момент что вот эти водители которые именно начали это движение они были ему как это сказать определенный склад характера определенное мышление да то есть человек который решился купить свой трак то есть он решился выйти из то есть он же мог работать по найму не не нести никакой ответственности до самому не заниматься этим обслуживанием сел отработал зарплату получил и пошел как у нас большинство сейчас делать зачем мне что-то свое начинать я на работу устроился и все свои как бы зарплату получил и все хорошо ну да получил чуть меньше чем мог бы давно мне же хватает как ты говоришь детей кормить до или там на юг слитой вот нет эти люди они не хотят работать внутри системы да они хотят как бы я хочу сам я хочу сам за себя отвечать сам выбирать до кого кому возить грузы кому не возить я покупаю свой тракт да то есть он они как бы вот это свадок свободолюбия у них более проявлено чем у остальных водителей которые по найму работают раз он на своем траке есть потому что это все равно больше ответственность больше рисков но это и большая свобода понимаешь и у них была возможность грубо говоря принять решение да вот тот который по найму работать он не может свой трак развернуть и поехать в атау его просто уволят выгонят с машины все и пошел ты нахрен а эти могли сказать ладно все мы сейчас если вот даже если у меня есть заказ я сейчас выйду за границу я назад приеду все меня посадят карантин они развернулись и поехали туда решать проблему понимаешь у них была такая возможность и они были как бы ну готовы к этому морально они причем готовы были не в тот момент когда зря они изначально были более свободолюбивые понимаешь потому что они пошли именно вот по этому пути с усоп собственные машины собственного бизнеса до независимости от хозяина вот и за счет вот этих людей да как вот они согласованностью сделали но они может и не согласованно сделали но они то есть понимаешь это такая среда была вот этих дальнобоев с хозяев сами своих машин да которые и у которых этот процесс легко запустился опять же вот они скоординированы да они всегда скоординированы дальнобои все у них это система рации да это дорожный интернет что-то где-то случилось они друг дружке помогают уж ну а как ты на дороге ты погибнешь иначе понимаешь и понятно что когда они поняли что их обрекают на голодную смерть значит они просто объединились и по и вместе выступили вопрос а что дальше а дальше как бы какой вариант но если они сейчас не побеждают то что сделает и вот эта власть они их уничтожат они сделают так что их больше не будет таких людей то есть они просто запретят эти частные траки останутся только логистические компании и работу по найму и 2 такого шанса у них уже не будет выступить с другой стороны сейчас понимаешь опять же для власти чем хорошо всех все кто мог выступить они выступили они засветились часах бери всех как бы переписывает а вот они все другое дело что может они не ожидали что будет такая поддержка и со стороны населения и ну как бы вообще со стороны других людей да сейчас как бы им сложно начать какие-то карательные действия но я не знаю как они будут раз часу открыл что я хочу посмотреть чем как куда они поведут какие какие ну что понимаешь во первых это для остальных показательный пример а с чего начинать и кто может ну помнишь я тебе говорил что мы сейчас находимся в ситуации когда забастовки перестали работать да потому что для элиты самого верхнего уровня нужно сократить население и когда мы перестаем сами себя обслуживать поддерживать им это только на руку мы ухудшаем свое положение и чем она хуже тем им лучше да потому что им и надо наше положение ухудшить да и как бы чтобы начали сами чтоб начался в этот хаос внизу дальше по сами себя начали выпиливать вот и как бы здесь вот именно так такая же ситуация понимаешь то есть с одной стороны они вот эти дальнобои они вроде выступили а с другой стороны вопрос а и где-то надо восстанавливать эту систему снабжения или им наоборот надо чтобы она сейчас остановилась на них списать почему у них стало все хреново на этих дальнобоев да и вырубить систему снабжения устроить голод и сказать но это дальнобои виноват они же не протесты начали устраивать получается красивый предлог то же самое как вот эта война россии с украиной да то есть я посмотрел как бы аналитику и народ так ребята вы понимаете что у них проблемы у них сейчас должен быть круг сильный финансовый кризис обвал финансовых рынков им нужен серьезный повод на который списать почему она обвалилась что это не системная проблема да то что надо систему менять а что это был какой-то внешний фактор у них все время то какой-нибудь землетрясение да то какой-нибудь ковид вот в прошлый раз они на ковид писали то еще что-то они все время находят какую-то то у них война в заливе было да в 2001 году то в сирии какая-то заварушка сейчас понятно сейчас если будет война в украине они под это дело все рынки обрушат и спишут это на россию с украины что получается что война в украине на сина становится неизбежно потому что никакого другого подходящего по масштабам события пока не просматривается то есть понимаешь я так в каком плане еще это смотрю а что делать как какие пути искать как менять систему как как вот вообще это все выстраивать я пока не понимаю ты поменяешь только себя и отношение к этой системе смотри у многих многих до сих пор есть земля не ходи и ходи в магазин не покупает дерьмо ну хорошо ты в эту зиму не можешь ты не заготовил еще впереди два максимум три сезона распаши саде заготавливать навык восстанавливай восстанавливаем навык уходи на землю не ходи в эти магазины представляешь чтобы было сейчас со всеми этими ритм 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 рилами когда это мало молока завались а коров нету блин откуда это молоко ладно вопрос не в этом за неделю бы разорились бы все пятерочки ленты фигурочки магниты совсем этим говном понимаешь и те люди которые вот собственники маленькие у кого картошечка завалялась в этот сезон не получится потому что нету много запасов а если каждый но хотя бы десятый задумается об этом и на будущий сезон в мае посадит две-три сотки и у него будет излишек вот и ответ другой вопрос и посмотри сколько людей которые идут против совести пойдут ли они против течения в этом главная причина в этом главная проблема в принципе ты прав но я тебе могу сказать что не пойдут большинство не пойдет большинство проще идти поручить почти это против совести вот остается вот остается некое поселение на уровне формирования местных советов такой маленький солярис который выживает просили не материться но одного можно обмануть а совет из восьми не наебешь мало того что мы уже знаем мы уже мы уже знаем как как они приходили и чем мы будем идти и какие сказки мы будем детям своим рассказывать так вот по галактическому закону никто тронуть не сможет ну ладно олег давай сюда я уже валика чувствую что устал у нас уже час практически давай будем закругляться здесь нам эту тему как-то старательно обходим но она 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 очень такая но ни к чему не призываем все что мы говорим это является нашим частным личным мнением ни к чему не призывающим поэтому каждому судить самому ну конечно только каждый сам свой выбор делает а дальше уже от этого выбора зависит с какой он получит результат ладно все давай счастливо на этом закончим все всем привет кто нас слушал спасибо что побыли с нами это время дослушали да 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 читайте читайте книгу там много информации сейчас кстати пойдут как раз самых два таких насыщенных дня вот как раз когда мы там на кульлюме там там как раз основной блок информации пойдет там у нас как раз и потом это беседа с этими с новосибирцами которые поднимутся вот восьмой день вечером женька я же говорю там не будет маленьких дней там вот и восьмой и девятый день это будет самые такие по объему насыщены и ползива проспал я слышал что-то там я в палатке уже лежал там удача о чем говорили отчет бы было даже я просыпался что-то спорили там понимаешь понимаешь как люди вот это такой очень показательный тоже момент когда люди понимают что у них нет аргументов что они не правы то есть понимаешь как вот было четко видно что они уже поняли а че что и мы им пытаемся донести что они не правы что их модель рассыпается под вот этими аргументами которые мы приводим и мне чем крыть и они просто закрываются перестают слушать и начинают свое по кругу повторять к типа уже все то есть они они четко как бы ну как бы психологически такой защитный блок до что нет я не буду вас слушать потому что иначе мне надо пересматривать всю свою все свое мировоззрение а я вот как ты говоришь да я не готов идти против течения я пойду пойду против совести мне даже будет интересно мне даже будет интересно почитать ладно давай